Не занятые в экономике, собственники жилья в следующем году будут оплачивать ряд коммунальных услуг по экономически обоснованным тарифам. Сейчас все платят по субсидируемым. Другими словами, с большой скидкой от государства. Новые механизмы имеют ряд особенностей. В них разбиралась наш корреспондент Марина Джалая. Для этого она побывала в различных службах. Пообщалась со специалистами Комитета по труду, занятости и социальной защите облсполкома. Съездила в комиссию по координации работы по содействию занятости населения, а также записала интервью с руководством расчетно-справочного центра Гомеля. Безработные собственники жилья со следующего года не смогут платить за некоторые коммунальные услуги по субсидируемым тарифам. Если же они не хозяева квартиры либо дома, тарифы для них повышаться не будут. Но здесь есть важное уточнение. В случае, если не занятый в экономике человек проживает вместе с безработным собственником жилья, то по стопроцентной стоимости будут платить оба. С января будущего года по экономически обоснованным тарифам придется оплачивать подогрев воды с октября отопление и газ. С 1 января 2019 года, обращаю ваше внимание на то, что не все услуги будут оплачиваться гражданами, не занятыми в экономике, по 100% экономически обоснованным тарифам. Речь идет только о подогреве воды. То есть, предположим, если живет семья в двухкомнатной квартире, собственником является папа, муж, не занятые в экономике, семья потребила за месяц, предположим, 5 кубов горячей воды, то оплачивать будет по экономически обоснованным тарифам в отношении себя только папа, не занятый в экономике, повторяю, являющийся собственником. Разница, я вам хочу сказать, будет существенная. Тариф увеличен в 4,5 раза. А что касается отопления, то тарифы для людей, которые не заняты в экономике, также возрастут в 4,5 раза, да? Да, вы абсолютно правы, но это их коснется только с 1 октября 2019 года. С 1 января речь идет только о подогреве воды. С 1 октября 2019 года тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат, будут применены гражданам, не занятым в экономике, трудоспособного возраста, на отопление и на газ. Пока же специалисты различных служб работают над базами данных таких граждан. Уточняют списки, исключают из них людей, которые предоставили документальное подтверждение трудоустройства или другие сведения о своей занятости. Во всех районах города, во всех администрациях работают комиссии по обработке списков, по составлению списков граждан трудоспособного возраста, не занятых в экономике. Это делается для того, чтобы никто, тот, кто не должен туда попасть, не попал. Комиссия ведет кропотливую работу, очень тщательно выверяются все эти списки. Списки должны быть сформированы к 1 февраля 2019 года. Это связано с тем, что с 1 января, то есть январские квитанции мы будем печатать в феврале, начислять плату за жилищно-коммунальные услуги, то январские квитанции уже должны включать в себя граждан, не занятых в экономике, с учетом тарифов, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат. Например, в постояннодействующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения Гомельского района, с начала декабря обратилось около 80 человек. Большая часть с просьбой о помощи найти работу. С такой же целью люди приходят к специалистам постояннодействующей комиссии, когда они сами выезжают в сельсоветы. Их на территории района более двух десятков. Объехать необходимо каждый. Чтобы помочь сельчанам как можно быстрее трудоустроиться, специалисты на такие встречи приглашают представителей предприятий. Когда человек обращается, мы тут же предлагаем представителю организации трудоустраиваться. И сейчас можно с уверенностью сказать, что процентов 20 обратившихся к нам мы трудоустраиваем сразу. Часть людей, естественно, у нас просто обращается за какой-то консультацией. Мы им это объясняем, разъясняем. Поэтому, в принципе, люди находят взаимопонимание вот здесь и с удовольствием приходят к нам на заседание. Напомним, проверить, не включили ли человека в базу данных, не занятого в экономике населения, можно на едином портале электронных услуг. Сначала нужно получить ключ электронной цифровой подписи или логин и пароль в службе «Одно окно» по месту жительства. Информацию можно также получить в постоянной действующей комиссии по содействию занятости населения по месту регистрации. Туда можно позвонить, направить письменное обращение, в том числе на адрес электронной почты. Таким способом, в частности, могут воспользоваться и граждане, проживающие за рубежом. Обновляться база незанятых в экономике будет раз в квартал. Позже, возможно, и чаще. Люди, которые сегодня нуждаются в этом, или незанятые сами знают, либо не знают, сомневаются, они могут обратиться, в первую очередь, в комиссии территориальные, которые созданы в 25 районах нашей области и функционируют на сегодняшний день. Обратиться туда, конечно, предоставив документ соответствующий, что он является таковым и проживает на этой территории. И уточнить, включен в эту базу он или не включен. Постановлением Совета Министров расширен перечень категорий граждан, которых не будут включать в базу данных, незанятых в экономике. В него, в частности, включили собственников имущества коммерческих организаций, за исключением акционерных обществ. Жен и мужей молодых специалистов, которые приступили к работе по распределению или направлению в местности, где в это время трудно найти работу. Граждан, которые находятся под диспансерным наблюдением из-за хронических или затяжных психических расстройств, за исключением тех, кто страдает синдромом зависимости от алкоголя, наркотиков или токсических веществ. Родители, если ребенку исполнилось 7 лет в полугодии, за которое формируется база данных. Подробная информация размещена на национальном правовом портале. Информирование граждан, которым предстоит оплачивать услуги ЖКХ по экономически обоснованным тарифам, будет осуществляться через извещение.